Добрый день, сегодня мы рассмотрим магнитную версию легендарной трешки от компании Yuxin Talitho Magic, магнитный 3х3 Коробочка стандартная, как и во всей серии Little Magic, ну именно магнитный Ковен Хейс улыбается, держит 6х6 по-моему На коробочке мы видим, что размер кубика 56 мм, хотя по некоторым данным я видел, что 55 мм Стандартная коробочка, сразу открываем А, здесь видим буковку M, потому что это магнитная версия Трешка, и что у нас еще есть, это маленькая инструкция Крохотная, маленькая, вся на китайском, ненужная Все, это вся комплектация Кубик входит в категорию ультрабюджетных магнитных головоломок Давайте сразу вращать Звук приятный Пластик глянцевый Логотипчик, ну уже не первая версия логотипа от Yuxin, но та, которая на данный момент существует Логотип наклеен Контуры пленочки слегка видны Мы помним, что Little Magic это большая серия головоломок Которая зародилась именно с трешки И именно ту трешку Little Magic Самостоятельно модифицировали спидкуберы И собирали Ну, с очень хорошими результатами То есть это народно любимая головоломка Ну и модель Что стало с магнитной версией? А с магнитной версией все хорошо Давайте сначала посмотрим, какие у нас есть кубики в этой серии Это есть два на два От цвета заодно сравним Цвета по-моему все одинаковые Четыре на четыре Пять на пять Мне четверка и пятерка понравились не очень Из-за, ну, слабоватых магнитов Шестерку-семерку я покупать не стал Есть шестерка не магнитная Серия Little Magic Она неплохая, но она без магнитов И поскольку силу магнитов меня в этих моделях не устроило В четыре на четыре, пять на пять Более крупные я покупать не стал Но двушка Мне очень порадовало Про нее уже снято отдельное видео Не знаю, когда она выложится Но оно будет Да, и она снята где-то уже месяц назад Быть может даже больше Еще до марафона по пирамидкам Ну и трешка Оказалась очень хорошей Отложим все вот это Ну и давайте вспоминать Что изменилось в этом кубике? Детальки Точно такие же, как и в немагнитной версии По крайней мере, я различий не нашел К сожалению И к моему удивлению У меня нет немагнитной версии Юстин Литл Мэджик Тот кубик 3х3, который я считал таковым Оказался другим То есть это одна из первых трешек Юксина Кайлин, если я не ошибаюсь Ну то есть не Литл Мэджик Поэтому сравнивать я их не буду Так как это разные кубы Хотя та трешка тоже неплохая Я уже открутил Тысячу сборок на этой головоломке И не имея возможности сравнить С исходной трешкой Я поискал информацию Что же в них поменялось Как я уже сказал Детальки сами остались прежними Но поменялись пружины И соответственно добавились магниты Давайте сразу посмотрим внутреннее строение Чтобы это не откладывать Вот такой вот уголок Владельцы немагнитных версий Могут сравнить И вот такое ребро Для магнитов сделали пазы Это наверное единственное отличие Меня тут недавно попросили Померить толщину пластика У этих кубиков Ну если верить моему китайскому штангенциркулю То здесь 0,8 мм На том же милонге 0,7 Ну и такое вот строение крестовины Общий размер кубика Как и сказано на коробке 56 мм Ну стандартный классический размер То есть 55, 55,5, 56 Это то что сейчас удобно Практично и современно Меньше чем 55 Уже лично мне неудобно Ну 57 уже кажется крупноватые кубики Да их уже и не делают такие Что можно сказать А кубики по итогам 1000 сборок Кубик отличный Учитывая его цену Да даже не учитывая его цену Это очень хороший кубик Без лишних заморочек То есть здесь не надо ничего Настраивать из коробки Нет никаких регулировок Ни магнитов, ни пружин Ничего нет Из минусов это то что завод Он поставляется совершенно не смазанный То есть я его когда достал Он при вращении был похож на кубик полный песка Настолько сухой и шершавый У него здесь вот эти всякие рельсы Не знаю почему так Ну хрустелись, скрипели ужасно Стоило добавить смазки Все поменялось кардинально Кубик стал отличный Я в основном использовал белую мару Один раз на первых парах Добавил густой смазки апган Учитывая что я крутил эту трешку После достаточно долгого перерыва в вращении модели 3х3 То есть у меня был как раз Марафон по пирамидкам 5000 сборок я делал Видео Что до сих пор будут выходить Потом я собирал Питаминкс И трешки долго не крутил Поэтому сотку не обновил Рекордов не было Но значения средние И 100 очень близки К пока лучшему Моему времени поставлен на третьем милонге Магнитном Милонг Нет, это R3M Вот милонг Очень близки А соответственно близки к тем значениям Которые у меня есть на топовых кубах Дайан Второй Тэнг Юн Ган Икс С Ну и прочее Если сравнить с кубиками конкурентами На данный момент Юхсин Литл Мэджик Что у нас есть У нас Милонг R3M 2020 Юлонг И Тандер Клаб В3М Все эти кубики хороши Мне только не понравился Ну не совсем понравился R3M 2020 Из-за того, что у него магнитики слабоваты Хотя его многие и хвалят Часто вижу, что его хвалят Те, кто крутил до этого Либо палаткой Либо немагнитным кубом Понятно, что после немагнитного кубика Кубик с любыми магнитами будет казаться лучше Не всегда, но в большинстве случаев Поэтому Р3М многим и нравится Но также его любят и некоторые профессионалы Не буду спорить Любители есть Но не я Поэтому остается Вот эти Три кубика Милонг 3М Юлонг 2М Тандер Клаб В3М Все Своими версиями Из этой троицы Юксин Больше всего Близок Именно к Юлонгу То есть По первым вращениям Он напомнил мне Именно его Кубик Размер Имеет 56 мм И вес 78 граммов И по фактуре По стилю вращения Именно с Юлонгом Он наиболее близок То есть Милонг Он как-то полегче И по весу И по вращению По крайней мере Так кажется Тандер Клаб Он как-то поплотнее Более контролируем Более вязкий А Юлонг И Юксин Они оба Резкие Быстрые Отличные И приятные Ну и здесь Глянцевый пластик А у Милонга Матовый Как-то так То есть Что можно сказать Что Юксин Литл Мэджик Магнитный 3х3 Это один из лучших Магнитных кубов Бюджетного сегмента Который может Конкурировать И с топовыми Моделями То есть Вот Отличные модели На данный момент Где-то там Вдали Маячит РС-ТРМ 2020 Я напомню Что даже Сами производители По отзывам Покупателей Сделали Версию М плюс Более сильными Магнитами Я не видел ее В продаже Нигде Кроме официального Магазина Мою Которым Мою Стор Но Такая версия Существует И при желании Ее можно найти Но Зачем Когда есть Полно Хороших Кубиков Единственное Преимущество Незначительное РС-ТРМ Это то что у него Есть система Двойной регулировки Которая мне Не очень нравится Опять же Для любителей А так Кубики Без заморочек Вот Четыре штучки Вот эти два Посвежей Вот эти два Постарей А если вам Хочется Именно современных Кубиков То вот два Один Чуть полегче Другой Чуть более Инерционный Матовый пластик Глянцевый пластик В принципе Можно выбирать Из этих двух Кубики Которые вы Берете Смазываете И наслаждаетесь То есть Ими можно Вращать И горе не знать То есть Не нужно Никакого Особого опыта В настройке Ничего такого Да Немножко щелкает Такой Не самый Тихий кубик Если мы возьмем Тот же Милонг Он чуть-чуть Потише Более Шелестящий Здесь Ну Шум есть Но Кубик Отличный То есть Он подойдет Как новичкам Так и Профессионалам Ну Возможно Профессионалы Скажут Что у нас Есть там Ганн Эксэс Или что-то Еще такое И нам Такое Не нужно Но Если вы За небольшие Деньки Хотите Каких-то Новых Ощущений Или Кубик Для Поездок Кубик Который Не так Жалко Кубик На котором Вы хотите Научить Там Своих Родственников Сразу На хорошем Кубике То Это Отличный Вариант Проверим На всякий Случай Углорез 45 градусов Все Отлично Режется Если Больше То То В другую Режется Но Честно Я Не Испытал Никаких Проблем С углорезом На этом Кубике По-моему Уже Все Модели Современные 3х3 Обладают Этим Качеством В достаточной Степени Ни разу За тысячу Даже больше Тысячи Сборок У меня Не флипнулся Уголок Это Сделать Можно Руками Но В сборках У меня Этого Ни разу Не получилось Мое Среднее Время Чуть Менее 16 Секунд Ну В лучшей Сотке Там 15-67 Что-то Такое Вышло Так что Можете Ориентироваться То есть Для Кубера Со Средними Результатами Этот Кубик Подходит Очень Хорошо Таким Образом В линейке Little Magic Есть Две Отличные Голоболомки 2х2 3х3 Остальные На Любителя 4х5 Мне Не Понравились Слегка Слабоватыми Магнитами Более Крупные Не Покупал Судить Не Буду Но Вот За Эти Могу Ручаться Отличные Головоломки Рекомендую Всем Но Главное Не Покупайте Хорошие Головоломки Если Вы Не Собираетесь Их Смазывать Иногда Встречаю Таких Людей Которые Купят Кубик Купят Много А Смазывать Их Не Собираются И Поэтому Они Головоломки Портят Они Вращаются Хуже Они Сами Расстраиваются Они Не Знают Как Сделать Так Чтобы Было Лучше Покупает Другие Головоломки Причем Не 3х3 А Там Более Сложные Но Смазку Все равно Не берут Из Экономии Чтобы Сэкономить Эти 200 рублей Не Будь Такими Обычная Белая Морол Стоит Дешево Жалко Денег На Морол Купите Силиконовую Смазку В автомагазине Но Лучше Белую Морол Их Хватит Надолго А На Этом Все Сейчас Здесь В конце Видео Будет Пара Удачных Сборок Всем Спасибо Всем Пока Субтитры 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...